Добрый вечер, друзья. Это Вести.ФМ. Студия Анна Шафрана. Сегодня с нами директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семён Аркадьевич Багдасаров. Здравствуйте, Семён Аркадьевич. Здравствуйте. 5533 Вести – это наш смс-портал. 5533 – короткий номер. И со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Ну, прежде мы не смогли пройти мимо новости, которая только что прозвучала. Семён Аркадьевич, мы обсудили между собой. Сообщается о том, что сегодня Россельхознадзор отчитался об уничтожении на Алтае 100 килограмм санкционных продуктов. Это яблоки, грибы, киви. А под Белгородом уничтожены 9 тонн санкционного сыра. Как-то вот прям даже не по-божески. Невозможно слышать об этом. Мы приняли определенное решение, имею в виду правительства России, да, по поводу ответных санкций. Я единственное не могу понять, ну, зачем уничтожать всё это? Слушай, у нас в стране масса людей, масса детей, которые, например, не знают, что такое персики. Я сегодня еду в машине и слушаю, сколько уничтожали персиков. Слушай, многие дети не видели в глаза этих персиков. Зачем это уничтожать? Ну, вы их арестовали, эти грузы. Всё правильно. Понятно, что понесут потери эти негодяи, которые хотят обойти санкционные, значит, перечень этих продуктов. Ну, можно отдать их детям, обездоленным? Этот сыр, который любит, есть дети, которые сыр-то нормально никогда не ели. Я не понимаю вот этого. Тут-то не надо никакого собственного интеллекта иметь, чтобы что-то как-то выставить экономику, реформу и так далее. Тут надо просто это отдать детям. Я считаю, что в стране должно подниматься просто возмущение подобным фактором. И эти продукты надо сдавать от бездоленных. Я не говорю, что в детские дома, в интернаты, в семи обездоленных. Но это надо прекращать. Это просто, ну, это в какой-то смысле и аморально. Аморально. Ну, мне непонятно, почему просто отдать бесплатно, это не наказание для тех же поставщиков. Ну, конечно же, и так поставщики понесут потери. Но отдайте детям, отдайте людям обездоленных. Но в Центральной России многие дети не знают, что такое персики, чем отличаются от нектарина. Ну, дайте людям, дайте сыр. Ну, знаете, материальное, это где, совершенно справедливо вы говорите, ужасное количество людей, бедных, обездоленных, которые нуждаются, пенсионеры, детские дома, приюты, все что угодно. А с другой стороны и метафизическая сторона вопроса, простите. Морально. Морально? Это аморально, уничтожать продукты питания. Как фисковали, отдайте людям. Ну, и правильно Соловьёв сегодня утром сказал, в стране, где генетический код просто такой, где голод был, где была блокада Ленинграда, это просто невозможно. Уничтожать такое количество продуктов, это, ну, это, я не знаю, я могу сказать, что это такое, но воздержусь. Ну, к делам Ближневосточным. Сейчас идёт война на Ближнем Востоке, как известно, большая война, причём не только в отдельном взятом государстве, а большой ореол охвачен ею. И мы знаем, что помимо сугубо политических факторов, на Ближнем Востоке силён фактор этно-религиозный, скажем, такие страны, как Сирия, Ирак. Вот давайте разберёмся, что здесь происходит в этом отношении. Ну, во-первых, Ближний Восток – это родина трёх величайших мировых религий – христианства, иудаизма и ислама. И Ближний Восток всегда отличался большим разнообразием различных течений. Ну, смотри, мусульмане, сунниты, четырёх масхабов, в том числе ханаболитского, на базе которого был создан салафизм, христианство, где присутствуют практически все христианские направления, которые только существуют в мире. Католики, значит, православные халкидонского, мы потом остановимся, что это такое, да, халкидонского формулы веры, дохалкидонского формулы веры. Там, где существуют такие уникальные течения, ну, вообще считается в исламе, на самом деле, где-то на стыке нескольких религий, как алавиты, исмаэлиты, друзы, ла-эллахи и ещё много чего другого. Езиды, значит, мандеи, они же сабеи, так, то есть разнообразие фантастическое, да. И там всегда были проблемы в взаимоотношении разных этно-религиозных групп, если во главе таольного государства не стояла сильная личность, которая просто волевым силовым таким методом держала под контролем общины, которым, значит, не было между ними столкновений. Вся история Ближнего Востока – это проблемы взаимоотношений разных этно-религиозных групп, да. Давай рассмотрим сначала блок ислам, потом христианство, потом, значит, ещё какие-то, значит, ответвления и то, что там происходит, да. Ну, возьмём, например, и в Ираке, и в Сирии есть этно-религиозная проблема за отношения шиитов и суннитов. Уже отрицать то, что этот элемент играет там значительную роль, при этом я считаю, что нормальные люди, вне зависимости от религиозных воззрений, они должны жить нормально и относиться к соседу, не зряя от того, в какой он вере, так сказать, очень положительно. И это толерантность, да, как бы само собой. Теперь давай, что такое сунниты-шииты, да. Значит, история ислама, в общем-то, мы начинаем с ислама, всё-таки большого населения и в Сирии, и в Ираке, и в других государствах, которые там расположены, это мусульмане, да. За исключением Ливана, где там процентное соотношение так более-менее, о чём тоже скажем. Значит, история ислама развивалась так, что после смерти пророка Мухаммеда стал вопрос, кто у нас следует власть в умме, в исламской общине, да. И тогда, я упускаю некоторые детали, значит, возникла, в общем-то, проблема взаимоотношений между теми, кто считал, что власть вообще не должна принадлежать прямым потомкам пророка Мухаммеда, а таковым считались кто? Таковым считались, в частности, значит, шейх Али, да, он и двоюродный брат, и зять пророка, и был, значит, жена. Вот, на его дочери Фатимы, и, естественно, его внуки Хусейн и Хасан, да, соответственно, принято считать это Алиды. Слово, значит, Али. Значит, другая часть, значит, выступила, это история, но история, которая заложила вот эти противоречия, о том, что властью вообще не должны руководить, значит, четыре праведных халифа, которые входили в ближайшее окружение пророка, да. На этой базе возникли проблемы из-за отношений, и, в общем-то, которые переросли достаточно быстро в прямые военные столкновения и военное соперничество, да. В результате всего этого шейх Али сам был убит, он был убит хариджидами. Хариджиды – это те, такое радикальное ответвление в исламе, которое существовало в то время, которое считало, что Али достаточно нежёстко ведёт борьбу со своими оппонентами, и они его убили во время моего молитвы в мечети. Затем в результате столкновений, которые и различных, значит, воин, которые прошли, вначале, кстати, был отравлен один из внуков пророка Хасан, который был отравлен, значит, по некоторым данным его женой, по, значит, сговору тех, которые последствия начали называться халифы, и возникла целая династия умеядов. Ну и, наконец, трагическая гибель во время битвы при Карбеле, это сейчас Ирак, одно из самых святых мест для шиитов, другого внука пророка, шейха Хусейна. Он был убит в результате столкновений тех, кто последствия начали назваться шиитами, суннитами, и суннитов возглавлял последствия, они их назвали суннитами, так называемый халиф Язид, наиболее ненавидимый Язид из Муавия, который наиболее ненавидимый с шиитами, да, и внук пророка Хусейн был убит в этой битве под Карбелой. Это мистика. Когда исламское государство говорит, мы двигаемся к Карбеле, чтобы повторить это, значит, это сражение, а Карбела – святое место шиитов, тут же мистические вещи возникают, да, и для шиитов, и для суннитов. Значит, в этом городе был похоронен шейх Хусейн, это прямой потомок, значит, пророка Мухаммеда. Алиды, алиды, последствия создавали свои государственные образования различного рода, которые, в общем-то, находились в постоянном конфликте и с династией Амиядов, и отчасти с династией Аббасидов, это ведущие, значит, династии, которые, значит, были созданы в результате развития ислама, да, то есть эти противоречия были заложены достаточно давно. На сегодняшний день существует, во-первых, у суннитов есть четыре масхаба, направления, да, которые считаются наиболее распространенными. У шиитов есть несколько направлений шиизма, то есть в дальнейшем, особенно у шиитов, тоже шло дробление и возникновение новых направлений в шиизме, да. Наиболее распространены, многочисленные являются шииты-имамиды, которые верят, или их начнут называть двумя десятниками, потому что 12 имамов по линии династии Алидов или Фатимидов, где они живут. Вот самая большая шиитская страна имамиды – это, конечно, Иран, где абсолютно большинство мусульманского населения – это шииты. Поэтому Иран традиционно играет в шиитском мире роль такого вот страны, защитников шиитов, как бы ни назывались, к какому ответвлению они не относились. То есть большая община шиитов живет в Ираке, где от 6 до 65% мусульмане – шииты, и которые тоже, кстати, сейчас находятся в Багдаде, доминирующая власть у шиитов, да. Шииты живут в Ливане, да, это я имею в виду, пока мы говорим о шиитов-имамидах, династианниках. Шииты живут в Афганистане, 15-20% населения. Большая шиитская община в Азербайджане, большая шиитская община в Бахрейне, в восточной провинции Саудовской Аравии – это тоже шииты-имамиды, да. И, ну, в общем, достаточно распространены шииты, да, хотя их считают, что 15-20% от всех мусульман. Затем, в результате различных, значит, развития ситуации в шиитове возникли еще целый ряд направлений, да. Из тех, которые мы сейчас будем с собой обсуждать, это те, кого принято называть крайней шииты. Когда мы говорим слово «крайней», нам что кажется? Ну, такое радикальное что-то, да? Нет, это я бы сказал не так. Я сразу говорю, что я ко всем отношусь очень хорошо, толерантно и так далее. Но вот чем мне нравятся крайние шииты, на самом деле, это самая толерантная религия, которую я когда-либо встречал. К шиитам относятся те, которые еще принято называть, значит, такие направления исмаилитского толка. Потому что в основе исмаилитизм, да. И не потому, что у меня огромный опыт работы с исмаилитской общиной, да, точнее, с исмаилитами-низоритами, ниже, я скажу, ниже что-то такое. Не потому, что мне много раз приходилось встречаться и, в общем-то, общаться с мировым лидером мусульма, исмаилитов-низоритов, Агаханом IV, да. Это, кстати, прямой потомок, считается, шейха Али, фатимидов. И по понятиям веры у крайних шиитов, это потомок живого бога. Он как живой бог, в общем-то, считается. Ниже основе что-то такое. Интересно, что он во Франции живет, насколько я знаю. Во Франции эта резиденция называется Эглемон, городишко называется Гуве, такое очень хорошее городишко. На вертолете от центра Парижа летит 15 минут, но на машине сопровождение там Абсобом минут 30-40. Это огромный, это немножко остановится на нюансах, да. Это огромный лес, естественный лес, я не помню там, я не знаю, что такое акры, как они гектарами перечисляются. Так 40 с лишним, 60 с лишним. Акры, вот такой лес, там расположен замок, там его личная резиденция. И там же резиденция, значит, головного фонда Агахана IV, который разделяется на экономические, так далее, так далее, подразделения. Интересно, кстати, что шоколад Кэтбери принадлежит Агахану. Ему много принадлежит. Если у меня будет когда-то время, я тебе найду перечень его всех компаний, ты удивись. Это один из самых богатых, влиятельных людей в мире. Ты, наверное, видел его фотографии в книге, которую я дарил, но согласись, что-то он на религиозного деятеля схода-то не похож. Да, она, это интеллигентный человек. Я помню, когда первый раз мы с ним встречались, я ему организовал первую встречу в 1994 году, его приезд в Москву. Мы зашли с одним очень известным генералом к нему. Он говорит, садитесь на мое место. Да, 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 я так это сам. Ну, мне было. Значит, он считает его высочество. Он член Королевского двора Великобритании и член Шаховского двора, его величество, еще до Пехлевик, его папа Агахан Первый был, значит, династии Каджаров. То есть, он дважды его высочество, да. Значит, очень интересная личность сама по себе. Исмаоритов, незаоритов в мире насчитываются где-то, они в 25 странах мира живут, 35 миллионов, в том числе большая община на их исторической родине, это в Сирии. А исмаилиты, это наиболее близкие к алавитам, а в алавитах мы тоже остановимся, то есть, к той религиозной группе, которая принадлежит Башар Асад, да, на сегодняшний день, да. Ну, а вообще история исмаилитов сама по себе интересна. Когда-то был халифат Фатимидов с центром в Каире, да, и в этот халифат входила вся Северная Африка, Сирия и так далее. И достаточно долго исмаилиты правили всем этим, значит, огромной территорией. И, кстати, очень интересно, в административном управлении у исмаилитов, то есть, в администрацию, значит, управлению халифов, династии фатимидов, приобретали, знаешь, кто? Христиане всех направлений и иудеи, и евреи, которые между собой, кстати, вели... Безобразие. Да, они очень... А в армии были, как заказано, мамилюки, а сама династия была исмаилитская, да. Кстати, Аля Асхар основали исмаилиты, чтобы ты знала, и лишь великий полководитель Салахадин Аюби, Саладин, после того, как стал, точнее, до чего его приведет дядя Шапури, значит, которые захватили, начало их пригласили, а потом они захватили власть и ликвидировали фатимидскую династию. Аля Асхар было привлечено из Исмаилитского центра университета исламского в Суницкий, который, собственно, существует сейчас как Суницкий исламский университет, крупнейший университет в мире. Вещь, как много всего интересного. Для сунитов и смаилиты, наверное, кеферы все-таки. Я тебе ниже остановлюсь, очень так красиво, да. Значит, ну, и вот даже есть такой Всемирный совет мусульманских богословов, куда входят суниты всех масхабов, значит, шииты и бадиты, это еще одно направление в исламе, которое в Амане и в некоторых местах в Африке распространено, но там нет ни алавитов, ни исмаилитов, ни друзов. Да, их считают, что они не совсем мусульмане. Я ниже остановлюсь на этом феномене, когда мы будем говорить об алавитах. Да? Это очень интересное направление. Есть два направления у исмаилитов. Это исмаилиты и низориты, мировым лидером, который является его высочеством Агахан IV. Я всегда с огромным уважением к нему отношусь. Кстати, женщины красивые его окружают, насколько я знаю. Ты меня провоцируешь, ты меня хочешь увезти. Да, значит, к женщинам... Просто интересные факты, о которых люди совсем не подозревают. Да, у него отношения хорошие. Я даже не знаю, говорить в прямом эфире нет. Когда не стало Агахана III, это дедушка Агахана IV, кстати, который был основателем и руководителем, как думаешь, чего? Лиги наций. Так, промежу прочим. И один основатель государства Пакистан. Так, промежу прочим. Значит, то стал вопрос, а кто будет преемником? Вот ты меня увела к женщинам, значит, ну, наверное, слушать им это интересно. То стал вопрос, ну, логично, у исмаилитов есть такая вещь. Агахан, когда уходит глава вообще, но он сам назначает из мужской линии, значит, кто будет главой. Это может быть внук, сын, там еще кто-то там, да? Кто-то из сценариев, кстати, Агахан IV назначил своего старшего сына. Младший сын, кстати, он наполовину немец, рожденный от немки, ему было 9 лет, несколько лет назад, но сейчас он 12-13 лет. Да, но есть дочка и так далее. Значит, то Агахан III не мог назначить своего сына, это по поводу женщины, руководителем общины, потому что он был известен очень широкими любовными похождениями. В принципе, все на то время известные голливудские, как сказать, кинозвезды называется, да? Значит, все, он с ними имел определенные отношения. Говорят, больше всего сопротивлялась, известно, как Грета Гарм. Грета Гарм, да. Ну, потом она тоже сдалась. А вообще, говорит, когда он смотрел фильм «Вел красивую женщину», он заставлял этого киномеханика, это даже крутили так барабан, ты понимаешь, да? Несколько раз прокручивает, тот терял сознание даже. И его высочество сказал «Не могу, но много скандалов, поэтому общину возглавит мой внук, нынешний Агахан IV». Тот поцеловал руку сыну и сказал «Ну, так вот, произошло». Уточним, давайте, на портале спрашивают, кто такие кяферы, я прошу прощения, что не пояснил. Это, ну, в общем, неверные или те, которые… Давайте не будем использовать эти слова «неверные». Неправильные веры. Ну, мы же с вами не радикалы, мы с вами нормальные люди, существуют разные религии. Я потом объясню, в чём их суть, да? Значит, у Исмаэлиты есть мустолиты, они живут в основном в Йемене и в Саудо-Аравийской паровинце, на Джран. Есть такое премиум Бануям, который, кстати, сейчас там чуть ли не отряды создаёт для борьбы с центральным правительством и так далее, да? Значит, я могу много рассказать о Исмаэлитах. Если Исмаэлиты, как и все направления вот этого направления крайнего шевизна, это, как ещё раз говорю, это Алавиты, Исмаэлиты, Алеви турецкие, да? Это, значит, Ля-Эллахи, это, значит, друзы и так далее. А они, значит, верят в переселение душ. Ну, вот, чтобы ты понимала, да, о чём мы идём, то есть, а они, у них, в существо, система посвящённых и непосвящённых. Есть несколько степеней посвящения. У Исмаэлиты в семь степеней посвящения. Тебе ничего не напоминает? Напоминает очень. А есть, значит, та основная часть общины, которая, ну, непосвящённая, да? Например, Исмаэлиты верят, что есть такая эманация высшего существа. Обратите, я говорю дословно, там нет слова Бог, там несколько иначе используется. Это мировой разум и мировая душа. Это очень сложная система такая, вот эта самая, это для посвящённых. Для остальных они исповедуют только то, что им говорят, как надо молиться. Мечети не имеют, это ко всем относятся, крайне, у них есть, как сказать, дома молитвенные, да? Значит, в Турции вы оливеет, надо земхона. В это, значит, помещение они собираются и мужчины, и женщины вместе. И под определённую музыку, под определённое песнопение вводят себя транс, в ходе которого, по их мнению, они общаются с высшим существом, да? То есть, такое интересное, интересная вещь. И сразу обговорюсь, у всех крайних шиитов, значит, у них, в общем-то, в основе религии, и вот я, чтобы быть очень толерантным и так обойти острый угол, скажу так, что я новопосвящённый в плане интернета, но всегда, я, конечно, знаю, что в основе лежит, на самом деле, этих религий, но недавно с удивлением нашёл на одном из сайтов турецких оливий, где они говорят, да, мы манихеи, и скрывать мы этого не собираемся. И когда-то наша вера распространялась от территории нынешней Турции до Китая. Кстати, в уйгурском ханстве, которое связано на уйгурском автономном районе, на этой территории значительной, манихейство было государственной религии. Конечно, в основе этого, значит, религии манихейство. Мы как-то с тобой, я тебе рассказал про мани и так далее, и так далее. И даже в аббасидском халифате было так, что как надо было распознать, он исмаилит или кто-то другой, да? А так как у крайних шиитов, каких шиитов вообще, особенно крайних шиитов, разве такое, так и я называется. То есть человек может ходить в суннитскую мечеть, молиться, он говорит, я суннит, признаю вот то, то, всё. Но про себя в душе он должен знать клятву, что он это всё не признаёт. И так как это было очень трудно, значит, обвинить, что он такой, кстати, к ним относятся выдающиеся деятели исламского Средневековья, например, Ави Цена. Да? Или Хасир Асуров. И ещё целый ряд. То есть, что мы говорим, Амар Хаям. Тоже, чтобы ты понимала, да? Ну, с Амаром Хаямом, да, там, и вино любил он потреблять в больших количествах. И в Польше пил ячменную водку. И когда ему говорили... О, вот об этом я не знал. А почему теперь ячменную водку? Он говорит, а найдите мне в Коране их запрет на ячменную водку. На водку вообще не было же. Ведь перегон, значит, перегон, в общем-то, с этой водкой был создан, как ни парадоксально, в Иране, в Хоросане, где-то в конце 7-го, в начале 8-го века, когда уже Коран был сделан, да? И, естественно, там нет упоминаний о водке. А поэтому Амар Хаям говорит, нет уже? Ну, ты, я что, и пью, да? Он в 70-е с лишним лет женился на транслянной девочке. Ну, то есть, это такой жизнерадостный народ такой, в общем-то, надо правильно сказать. То есть, к ним относятся великие люди. Так вот, для того, чтобы определить это, значит, является это или эсмаэлит, что делали? Вывешивали подсвет пророка Мани и говорили, плюнь на него. Но, естественно, верующий и эсмаэлит вот этого сделать не мог. И, кстати, до недавнего времени, сейчас уже Саудовская Аравия, последние годы, слава богу, этого нет, каждый последний процесс был, в 2009 году, когда эсмаэлитских некоторых лидеров арестовали и обвиняли их, значит, в оккультизме, колдовстве и так далее. То есть, это достаточно сложная система верований, но очень-очень толерантная. То есть, они, в принципе, нас не трогайте, можете молиться кому угодно. Им всё равно, что христиане, что мусульмане, что иудеи, они ко всем относятся очень-очень хорошо. Теперь алавиты. Потом уже мы затронем с собой проблему в Сирии, да? Ваш раса алавит, да? Не путать алавиты и аливиты. Это я тоже немножко... Это схожие все, но есть отличия. Алавиты, они как бы пошли ещё дальше. Да, это ещё более, ну, скажем так, радикально отошедшие от традиционного ислама, да, там, значит, религиозное направление. Достаточно сказать, что алавиты были признаны мусульманами-шиитами, в результате очень активных деятелей отца Башарда, Хафиса Асада, знаешь, когда? В 1973 году, что они мусульмане. Это было сделано, к вне всякой осомнения, шиитскими многими авторитетами. Затем имам Хумини в 1979 году подтвердил из политических соображений. Во-первых, Хафис Асад, совершив в 1970 году переворот, придя к власти в Сирии, должен был находиться в власти только президент мусульман. Естественно, он сказал, а теперь мы будем мусульмане. И убедил, я так понимаю, ещё труднее было шейхов-алавитов. Хотя внутри алавитская община тоже неоднозначная. Отношение. Я чувствую, что мы с тобой 10% сегодня не расскажем, что хотел рассказать. Но зато интересно, хорошо? Не будем скакать. Зато мы как следует углубились в суть вопроса. С нами Семён Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 5533-Вести. Это наш СМС-портал. Сейчас новости, после продолжим. Добрый вечер, друзья. С нами Семён Аркадьевич Багдасаров. Сегодня директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 5533-Вести. Это наш СМС-портал. И мы говорим об этно-религиозном факторе на Ближнем Востоке, поскольку вся ситуация, обострившаяся и переросшая военные конфликты, большие по всей территории, конечно же, связана не только с политической ситуацией, но и с проблемами, связанными с менталитетом, культурой, традициями и так далее. И мы остановились до новостей на оловитах. Значит, оловиты, я ещё раз подчеркну, это вообще их враги в Сирии, конечно, их 9%, они говорят, нет, 15-20%, ну, если у нас останется время, я отдельно скажу по поводу некоторых нюансов, да, это в конце. Ну, например, известно, что те, кто считается посвящённым, когда юноша достигает 18 лет, он должен родиться от матери отца оловитов и, в общем-то, принадлежать к посвящённым. Он даёт особую клятву, что не разглашать определённую тайну, как для скрытого этого сообщества, а в конце пьёт, запивает это чашей вина, да. Значит, у них достаточно упрощённое было по отношению, значит, к многим мусульманским вопросам. Ну, после Рамадана они держат не место две недели, молятся два раза в день, запрета на алкоголь и нет, можно пить. Это, кстати, у исмаэлитов тоже самое, тоже самое, да. То есть, вот такие, значит, такое направление. Естественно, большинство из них живёт, аловитов живёт в Сирии, аливитов, чуть ли не 20 миллионов, 15-20 миллионов, живёт в Турции. Аливи имеет определённое отличие от аловитов и от исмаэлитов, но в целом у них очень много схожего, да. Причём в Турции есть разные направления аливи. Например, есть Дерсимская аливи, да, среди народа ЗАЗа. Вот сейчас там я как-то говорю, мне приходят всякие приглашения посетить, мне искренне полагают, что я учёный. Я говорю, да я танкист, это так даже. Значит, вот я как-то внимательно... Дерсимский аливизом, он вообще отличается достаточно серьёзно, да. У народа ЗАЗа. Там, по сути, от ислама ещё меньше, но зато очень много от народного христианства, так называемого. Это христианство, которое было когда-то распространено здесь ещё до того, как... Это Армянская Нагорье, кстати, да, когда в этот район, в историческую Армению, значит, Георгий Портеф, Георгий Портефиль принёс христианство. Задолго до этого. Это то христианство, которое распространялось апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас с апостолом Вархоломеем. И вот когда читаешь, понимаешь, вообще-то там элемент павликанства очень сильный. Помнишь, мы о павликанах рассказывали, да. Вот в каком-то таком плане оно сохранилось вот на этом высокогорье, на этом высокогорье. Это оливиты, да. То есть крайне шиизм имеет разные такие вещи. Они очень толерантные ещё, говорим, им всё равно кто как, да. Я вообще считаю, что, например, в оливизме и в оливизме очень много и от манихейства, и от маздакизма, помнишь, мы тоже говорили, и от религиозного учения хурамитан, которое происходит в слове хурам. Хурам – это веселье, это радость, да, так далее, да. Да, вино, женщины там, ну, всё как положено, да. Я никогда не забуду, как я будучи, значит, ну, не буду кем будучи. Я в одной из первых поездках на Памир, а там очень как община живёт, исмаилитская, да, такая компактная. Там, кстати, похоронено звездающих ДАИ, проповедников исмаилитов, Насир Хасров. Я там, помню, собирал исмаилитские халифа, пиров тогда не было, сейчас, кстати, тоже пиров нет, потому что в 2002 году принята конституция исмаилитов. Это подразумевающее отсутствие пиров, то есть пиров брали, да. И, кстати, считаю, что где бы исмаилит не жил, он есть исмаилит, в том числе в Сирии. В Сирии, я ещё раз говорю, они воюют на стороне Баши Расла, как… И, в общем, он близкоросный. Так я вот что-то помню, я разговаривал с одним халифа. Он мне много чего учил, да, ну, понимаешь, закрытое советское общество, да, там, нет, это самое, да, и когда уходя, приехал военком, я ему такой подарок подарил, чай там, там дефицит был, он говорит, и военком принёс бутылочку выпить. Ну, мы выпили, он говорит, а можно моя бабушка тоже выпьет? Подошла бабушка, говорит, за семью далеко было, она выпила, понюхала тибетей, как дело пошло, я понял, что это не мусульмане, не те мусульмане, среди которых я жил в Ферганской долине когда-то, да там совсем другое, да. То есть, вот, собственно, это и есть крайний шиизм. Естественно, там много элементов христианства, как я сказал, отношения к христианам просто очень хорошие, просто фантастически хорошие, очень много браков. С христианами, кстати, был такой лет 10, был в общей сложности президент Аргентины Меном, знаешь, да? Вот он был, так сказать, из такой семьи смешанной, армяно-оловицкой, да, он крещён был в армянской католической церкви в Аргентине, мама у него была ловиткой. Таких браков было всегда много с христианами, да, или мама там ловитка, или папа, ну и так далее, да. То есть, вот что-то это самое, да, то есть, вот, если кратко, это мы сказали, потому что, если останавливаться детально, надо по несколько часов, как ты догадываешься, да, что такое вот ислам в этом направлении, да, есть ещё ряд. Значит, направление ислама, теперь что такое христианство? Прижний Восток – это родина христианства. И когда мне говорят, а вот ты призываешь защитить христиан, я говорю, я призываю защитить всех – мусульман, христиан, Мандеев или Сабеев, Езидов, всех. Я за то, что все жили спокойно, и каждый исповедовал свою веру и не навязывал свои взгляды другой соседней общины, а за то, что кто-то не принимает эти взгляды, не уничтожал их церкви, храмы и, не уж говоря, людей, не обращал в рабство и не поступал, как последние дикари. Так вот, я ещё раз говорю, на Ближнем Востоке представлены все направления христианства. Ну, во-первых, начнём сначала. Есть христиане, которые стоят на позиции халкидонского формулы веры и дохалкидонского формулы веры. Халкидонская формула веры – это халкидонские православные, которые, ну, и русско-православная церковь к ним относится, чтобы ты понимала, да? В 451 году, аж в 451 году, когда это было, произошёл сильный раскол в христианстве, да? Значит, ну, во-первых, на Ближнем Востоке – это антиохийско-православная церковь, это одна из древнейших церквей православных в мире, целый ряд других православных церквей. Значит, стал вопрос, что есть естество Христово, кто был Господь наш, Иисус Христос? И те, кто считают сейчас православные, значит, стоящие, признающие халкидонский собор, они считали, что у Христа есть два составляющих – один божественное и человеческое. А дохалкидонского собора, это, так называют, дохалкидониды, или ещё называют древней церкви Востока, они не признали это. Они считали, что у Господа нашего есть только одно начало – божественное. И кто относится к этой дохалкидонской на Ближнем Востоке? К ним относятся копты, хорошо тебе известные, к ним относятся, значит, сиро-яковиты, они, кстати, тоже считают себя православными. Они православные, но не признающие халкидонский собор, да? К ним относится армянская апостольская церковь, да? К ним относится индо-малабарская церковь, к ним относится эфиопская православная церковь, но они тоже стоят на дохалкидонской, значит, вот этой самой. Вот, значит, естественно, на Ближнем Востоке есть католики, ну, например, сирийцы, самая большая община, вот тоже в Ираке было, да, вводы американских войск в 2007 году, полтора миллиона христиан, большинство это ассирийцы, да, и в том числе самая большая община, это ассирок-католики, или халдеи их называют. А вот недавно, ты знаешь, умер один из ближайших сподвижников Саддама Хусейна, вице-президент Михаил Юхнан, его настоящее имя, он у нас был как Тарих Азиз, вот он халдеи, он отвисел как раз за связь с Советским Союзом, да, к сожалению, вот не стало его, это халдеи, халдеи, да, есть, естественно, армяно-католики, да, есть представлены и Ближневосточные протестанты, есть, так сказать, евангелистическая Ближневосточная Армянская церковь даже есть. Вот про протестантов я не слышала на Ближнем Востоке. Пуф, ты подожди сейчас, это самое. Кстати, самое интересное, всё это, знаешь, где пока? В Ливане. Ну, это логично предположить, что если это может где-то быть, то в Ливане. Я тебе скажу, по распространению, по разнообразию, и в Сирии то же самое. Мы поясним, Ливан одна из самых продвинутых в этом отношении Ближневосточных стран, галерея конфессий называют. Ну, в отличие от Ливана, в Сирии вот это всё не так было. В Ливане, вот особенно после, мы когда остановимся по некоторым нюансам сирийской войны, с этноконфессиональных нюансов, да, значит, в Ливане официально в Конституции определяется 18 этноконфессиональных общин, имеющих право на политическую жизнь в стране. Вот 18 написано, да, всё, остальные ребята, вот палестинцы, например, говорят, вы кто такие? Мы вас не знаем, вы пришли, народ. Но причём у них поделены государственные должности между представителями конфессий. Вот я к этому сейчас веду, 18. Вот казалось бы, армяне, да? Ну, запишите армянскую общину, и всё, забудьте. Не, три из 18, это армянцы-апостольцы, армянско-апостольская церковь, да, монофизитская, это армяно-католики и армяне-протестанты. И каждый из них имеет свою квоту в парламенте, не надо путать. Ты такой, ну, да, мы с тобой дружим, мы общаемся, но у тебя своя квота, у меня своя, а вот у этих ещё своя, да? Ну, самая большая квота, естественно, апостольцев, если большая, 6 или 7 мест. Да, президент страны только, может быть, маронит. А ты сейчас спрашиваешь, а кто такой маронит? Христианин маронит. Нет, кто такой маронит, да? Течение христианское. А ведь они выросли, это течение, потому что на Ближнем Востоке многое зависит кто-то и по религии. Это как определяется, как этно-религиозная община, то есть это как народ, отдельный народ, получается, да? Хотя марониты, да, это религиозное направление христианства, возникшие в горах Сирии в 5 веке, созданные епископом Мароном, да? Кстати, очень интересная церковь, ведь в Византийской империи, ты знаешь, было иконоборчество, да? И вот маронитов сохранилось, когда ты заходишь в маронитскую церковь, никаких икон, ничего нет, видишь, распятие Иисуса Христа Господа нашего. Да, президент страны маронит. А от кого они произошли? Корни, они сами знают, кто произошел от сирийцев, кто произошел от Исавров, у кого корни армянские, которые стали католиками и т.д. и т.п. Значит, президент обязательно маронит. Ну, сейчас вот новости, а потом продолжим. Семен Аркадьевич Багдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, 553300, это наш СМС Портал. Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, с нами 553300, СМС Портал. Когда, говорит Багдасаров, никакие пробки не страшны. Еще сообщение. Спасибо за передачу, Семен Аркадьевич. Пишите ли вы книги по тематике Ближнего и Среднего Востока? Если нет, это большая потеря. Не пишу я ленивый. На меня вышло одно известное издательство, они бедные замучились с тобой. Я в силу своей ментации не могу сидеть на месте очень долго. Я должен что-то делать, что-то там. Это так природа заложила. Предки, гены виноваты. Ну, может быть, когда-нибудь напишу что-то. Ещё спрашивают, можете ли вы порекомендовать что-то по этой теме, почитать? Это невозможно рекомендовать. Анна, это, ну, как тебе объяснить? Это надо впитать в себя смолком матери, как я говорю. Вот я тебе, помнишь, говорил, когда мне говорят, вот этот человек знает Иран. Да, я говорю, да, может быть, может быть. Хотя я сейчас поставлю иранскую песню, он начнёт плакать, он знает Иран. А может, он знает только Гугуш? Не, не знает, кто такой Гугуш? Тогда я вообще не знаю, как он может знать Иран. Если он говорит, я знаю Ливан, и так далее, да? Не будем, да, повернёмся. Значит, премьер-министр страны, это мусульмания, Сунни. Это о Ливане мы видим. О Ливане, да. Представитель парламента, представитель парламента является представителем шиитской общины Ливана. На сегодняшний день уже много лет Эмми является руководителем движения Амаль на Ибери. Да, и так далее, и так далее. Всё расписано, кто что. Очень сложная система, очень сложная система назначений и выборов. Насколько здесь, значит, сложная, что, ну, вот её даже трудно описать, да, что называется, да? Это Ливан. Я когда бываю в Ливане, я там достаточно часто бываю, мне что нравится Ливан? Я пока там бываю, я могу зайти в церковь, антиохийской православной церкви, в Мараницкую церковь, значит, в армянскую апостольскую церковь, значит, в долине Бека, в Бальбеке, шииты, хотя там есть и, да, знаменитый Бальбек, это комплекс, да? Есть и церковь Мараницкая, да, там не только, а недалеко город, полностью населённый армянами протестантами, семь протестантских церквей. Да, вот это вот, ну, это такое разнообразие. Естественно, я захожу в мечети, шиитскую, суницкую и так далее. Ну, вот это такое разнообразие, они всё стоят рядом. Когда сидишь в центре Бейрута, пьёшь кофе, и в это время колокола звонит в определённое время, дам-дам-дам, как только закончится кола, мой дзин с биновета призывает к молитве. Знаете, это как красиво, да, это создаёт такое успокоение, думаешь, ну, Господи, ну, всю жизнь бы так жили, хотя Ливан пережил страшную гражданскую войну между хрустянами и мусульманами. 15 лет война была с 1975 по 1990 год, пока этому не положило конец Таифское мирное соглашение в Саудесской Аравии. А знаешь, как оно положило? Потому что в Ливане существовала устная договорённость по всем этим расправильным власти. А в Таифе это заключили в качестве документа. То есть вот есть документ, ребята, и вы будете, значит, вот так и так. Можно я немножко отойду, сразу скажу, вот по поводу Сирии, как можно было бы использовать. Значит, многие предлагали, когда начался сирийский конфликт в 2012 году, по такой же схеме умиротворит Сирию. То есть галерея конфессий, об этом идёт речь, когда распределены государственные должности между представителями отдельных конфессий. А знаешь, что был автор, который предлагал, ты не поверишь, Катар. Она ещё не предлагала. Они говорили, да, пусть будет президентом Алавит Башарасов. Премьер-министр будет суннит. А представителям парламента, знаете, кого хотели? Представитель антиохийской православной церкви, руководитель парламента. Интересно. Но. И сейчас тоже премьер-министр Сирии мусульман суннит, но система предлагалась перераспределение власти. То есть поле так вот равномерно, что ли, да? И система ливанская, очень сложная система, когда премьер-министр, например, от президента не зависит. Он как бы вот тут он. Я община, и я вот занимаюсь этим. Ну, сейчас это, конечно, возврат к этой схеме предельно затруднён в силу войны, потерь, крови. Хотя я считаю, что я, кстати, вне привязки к этому катарскому предложению, на полгода раньше в одной из справок писал, что вот надо, может быть, и Таивские соглашения вспомнить. А как иначе-то помириться, да? Как иначе сохранить единую Сирию, которую сейчас практически уже невозможно, конечно. Невозможно сохранить, да? Вот. Поэтому вот такие сложности. Я всегда говорю, значит, Ближний Восток переживал уникальные явления. Вот всё то, что мы говорим с исламским государством, аж в IX веке, да? Вообще-то тогда же не было интернета, компьютера, ничего не было, да? Но было движение Павликан. И когда читаешь Петра Сицилийского, это монах, который жил в Тафрике, в столице Павликан, и занимался обменом пленных, да? То есть в Византии воевали, и как бы пленных, да? И говоришь, если его вспоминали, думаешь, Господи, о чём он пишет? Это что-то так похоже на исламский государство. Он напишет, например, о лидере этого Павликанского государства, его знание Харисахор. Он говорит, и этот правитель, он там, ну, обидными словами их называется, наживём так, да? Значит, что делает? Он посылает соседние страны, своих проповедников, но не было интернета, которые убеждают людей этих стран приезжать к нему, приезжать к нему и увеличивать население его государства. Как тебе, ничего не напоминает, нет? Очень сильно напоминает. Да только без интернета, да, и так далее, да? Это государство просуществовало 200 лет со столицей Тафрика на берегу Ефрата. 200 лет, а сама идеология была 350 лет, хотя один из английских путешественников ещё в 19 веке, путешествуя по нынешней Турции, говорил, что вот на так называемом историческом плане Армянском Нагоре, когда он путешествовал, и мусульмане, и христиане говорили, туда, в эту деревню не езжайте, там живут злые люди. Насколько они злые, трудно сказать, просто они специфичные были. Здесь были, судя по всему, потомки Павликан, да? И, кстати, по поводу идеологии, когда говорят. Ты знаешь, когда Иоанн I, цемистский император Византии, всё-таки взял, наконец, Тафрику, а до этого они громили византийскую армию, подходили к стенам Константинополя, захватили в Эфесе самый большой христианский храм в регионе, устроили в нём конюшню, перебили всех священников, при этом они их называли, собственно, кремлянами, а себя истинными христианами. Пётр Сицилийский пишет, что в каждой семье был пленный священник-христианин. Ну, пленный, как раб, да, получается. Но когда женщина рожала ребёнка, а нельзя было крестить, это отдельный разговор, куда-нибудь будет время, я расскажу. Она тайно от мужа ходила к этому священнику, говорит, батюшка, покрести, а вдруг, а вдруг всё-таки вы правы, а не мы правы. Но это Ближний Восток, понимаешь, там вот эти идеи всегда возникают. Мы говорим, как Исмаилит, тогда вспомни движение Катар. Это, слушай, это тоже было государство, которое в страхе держало весь Ближний Восток и даже взяло Мекку и утащило оттуда Кабу святую, да. Весь исламский мир освобождал и выкупал эту Кабу, да. И там, кстати, это совсем уж радикальный был Исмаилитизм. В шестом или седьмом степени посвящения человек посвященный должен был знать, что ислам – это временная религия, а рано или поздно она исчезнет. Но при этом их считают мусульманами. И в рамках разговора о христианских течениях, мне кажется, очень интересно, давайте упомянем, что до сих пор в Ираке сохранились деревни христианские, которые говорят на арамейском языке древнейший язык, на котором говорил Иисус Христос. Абсолютно верно. На этом языке говорил Господь наш Иисус Христос. Действительно, а сирийский язык – это арамейский язык. То есть на нём до сих пор люди говорят. До сих пор говорят. И в Сирии, и в сиро-яковицких деревушках говорят на арамейском языке. А в арамейских церквях два богослужебных языка – арабский и арамейский. И арамейский язык не вымер. Конечно, если вот эта мразь под названием «Санкт-Государство» будет существовать, то просто, да, ты понимаешь. Но, к сожалению, они крайне малочисленные, и, конечно… Слушай, что здесь крайне малочисленные? А ты опять неправильно говоришь. Вот до Пресадами Хусейна 5% населения страны, ты… Нет, я именно от тех, которые вот на арамейском. Да почти все ассирийцы – основная часть, в том числе священнослуживания говорят на арамейском языке. Кстати, ассирийцы были одним из первых народов, принявших христианство аж в первом веке нашей эры. А по некоторым данным они приняли эту веру от апостола Фомы. Апостол Фома переводится, как ты знаешь, я тебе говорил, да? Как? Близнец. Ты не догадываешься, на кого он был очень сильно похож? По-гречески это называется «дидим». Я не говорю, на кого похож. Мы будем догадываться. Да, да, да. Апостол Фома, это, как ближний восток, мы понимали, какие корни древние, да? Как известно, когда апостолы распределяли, кому где проповедовать христианство, да? Например, Фадей Варфоломеев попал, а Армения там, это большая государство, но это было рядом, да? А Фоме попала Индия. Фома, который никогда, всегда со всеми пререкался, сказал, я не поеду в Индию. Ну, что вы хотите, я больной еврей, поеду в какой-то, и не поеду, всё. Но, согласно преданию, к нему явился Господь наш Иисус Христос, и сказал, иди, Фома, и у тебя получится. И Фома по дороге как раз проповедовал Месопотами, нынешний Ирак, да? И в Иране. В Иране было очень сильно распространено христианство, да? И в Средней Азии он проповедовал, и он принёс туда веру христианскую. Фома. Но самое интересное, когда он пришёл в Индию, на юг Индии, а там тоже, кстати, существует христианская церковь, 27 миллионов до Халхидонского, это Индомалабарская церковь, и очень сильно напоминающая Сиро-Яковицкую церковь. Индомалабар, 27 миллионов индийцев на юге, исповедует Индомалабарский, и она апостольская церковь, ибо приняла веру из рук апостола Фомы. Фома был очень прагматичный, интересный человек. Пока он там проповедовал, шёл с кем и так далее, дошёл до Индии, до местного царя дошла информация, что он очень хороший архитектор, хотя он таковым не был. Он пригласил его и сказал, я понимаю, заканчиваю, ты, говорит, хороший архитектор, построй мне дворец. Он говорит, нет проблем, деньги, давайте. Ему дали большую сумму денег, как нужно, как потратить. Он начал использовать эти деньги для проповед... Ну, там, рыбакам, пастухам раздавать и так далее. Потом его приглашает царь, говорит, ты строишь? Он говорит, да, только денег не хватает, крыша осталась, дай ещё денег. Ну, в общем, он закончил это тем, что он обратил одну из жён этого царя в христианство. Он был казнён, так называем, пятью копьями. Вот что такое, когда мы говорим, это всё, это не только вчера было, это сегодня, это все сидят в общинах, это настолько всё распространено. Это отдельный вопрос Амандеев или Сабеев, которые практически уничтожили, осталось 20-30 тысяч после этих всех американских водов. Это древнейшие народы. Я говорю, не говорю, а из них, которые, судя по всему, действительно корни уходят, древний Вавилон, а может быть, Шумер, да? Это всё тысячелетиями создававшаяся весь, да? И когда приходит какое-то движение, которое говорит, вы всех вас уничтожили, вы будете молиться, как мы, а нам всё равно, кто вы такие и так далее, это страшнейшее явление. И мировое сообщество отсиживаться больше не может. — Либо когда приходят так называемые цивилизованные страны, которым кажется, что они несут самые правильные и гуманные ценности в мире в виде так называемой американской демократии. — Сатанизм и садомии. Вот что принёс Запад миру. А христианство, иудаизм, ислам принесло Ближний Восток. А Запад — это садомия и сатанизм. А кто им в лице Соединённых Штатов? — К чему мы вели весь этот разговор? — На Обаму я вспоминаю слова одного из отцов церкви Туртулиана, который он говорил об одном из очень известных геретики, о котором мы можем сказать. «И вижу я лик первенца сатаны». — Это не я, что это Туртулиан сказал. — Серьёзно? — К нему вся... — Семён Наканчев, Багдас, здоров, известен своей жёсткостью, но мы уже вынуждены заканчивать. Мы хотели подвести к вопросу о том, насколько всё-таки сложная ситуация на Ближнем Востоке, ведь только с точки зрения политической неправильно рассматривать всё то, что происходит. — Нет, не перезная то, что мы с тобой говорим, и более глубоко... — Никогда правильно не оценишь ситуацию. Никогда. — Но, видимо, об этом нам придётся уже в следующей программе поговорить. Семён Аркадьевич Багдасаров был с нами сегодня в студии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Спасибо большое. — Спасибо вам. — Всем доброго вечера, друзья. — Спасибо вам.